Всем привет! С вами Оксана. И сегодня я хочу показать вам свои покупочки с магазина Икеа, немного из Тикс Прайса и немного из магазина Домовой. Все для организации на кухне. Все-таки решилась я заняться этим вопросом, так как мы где-то 9 месяцев назад переехали в новую квартиру. Мои все органайзеры, какие-то там коробочки, все осталось на прошлой квартире. И я никак не могла организовать все здесь, то ли работа, то ли что. Все было как бы занято. И мне все не нравилось, как все у меня хранится на кухне. Все было в пакетах, как-то все не организовано. В общем, решила сделать вот такой вот заказ. И сейчас покажу вам. А дальше ждите. Будут следующие видео, естественно, про организацию и хранение на кухне. Круп, специи и полностью всех шкафчиков. Вот. Так что ждите и подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Давайте дружить. Так. Ну что, начнем, наверное, немного с фикс прайса. Я покажу, что я там немножечко докупила. Вот. Я купила вот такие вот полотенчики из микросибры. Таких вот цветов. У меня кухня зеленоватого цвета. Я взяла вот такие вот салатовые. Для кухни взяла. И хочу еще... Почему-то я сразу не подумала. Надо было еще взять, чтобы пыль протирать в комнатах отдельно. Хочу, чтобы тряпочки свои поменять. Ну, думаю, как-то зайду. Вот такие три тряпочки. 150 рублей. Ну, такие очень приятные. Мне такие очень нравятся. Это такие цветы тряпочки. Для специи, для хранения специи я купила вот такие вот контейнеры в фикс прайсе. Стоит 149 рублей. Три штучки. Сейчас я вам какую-нибудь даму. Так, открывается. Покажу вам. Вот такой вот контейнер. Баночка. Стеклянная. А крючечка идет металлическая. Вот. Можно вот так вот хранить. То есть вот так вот ставить. Очень красиво будет выжатить. Вот такие вот три взяла за 149 рублей. Там можно хранить лавровый лист, различные другие специи, там горошек. Вот. Я тоже хочу для специи, для лаврового листа и для жиры. У нее есть такая степучая приправа. И сейчас про них придумаю. Вот такие вот крючки. Купила фикс прайс. Хорошо очень закрываются. Прям плотно. То есть как бы хорошенько. такие баночки. Так. Вот такие вот коврики купила. Они такие идут. Основа пупырчатая такая. Я забыла заказать у Икея, когда делала заказ. Все заказала, а их забыла. Там был такой рулончик, прям 150 мм. Точно-точно такие же. Только белого цвета. А это зеленоватый. Я забыла заказать. Вот спросил, видела и решила их там купить. Их можно также нарезать, да, если вы хотите в какой-то там шкаф, полочку покрыть. Вот. Все это будем вам показывать в следующем видео, как я буду все это организовывать. Так. И этот коврик, там две штучки идет, стоил он 55 рублей. Значит, этот заказ у меня был, ой, покупка моя была из Тикстрайса. Так, хочу еще показать вам магазин домовой. Я не знаю, есть он в других городах, но в Москве их много. Я хочу вам показать, он мне муж ходил туда и я попросила его купить для специй специальную емкость. Я хотела такую продоговатую, как контейнер, вот, но, к сожалению, там не было белого цвета и были только розовые, и розовые не хочу. Потому что кухня не зеленоватого, я хотела там или белое что-то взять, или зеленоватого цвета, но таких цветов не было и был вот такой вот, бежевого цвета, вот такой вот контейнер, вот, там такие три отделения побольше, поменьше и поменьше. Вот, это можно разделять, да, допустим, специи для мяса, специи для курицы, и там, для выпечки, допустим, там дрожжи или что-то, да, вот. Хочу тоже вот туда вот все свои специи организовать красиво. Такая вот емкость у них стоила 125 рублей. Следующая покупка из магазина домовой, это вот такая вот баночка. Мне муж сфотографировал эту баночку, но сфотографировал так, что она оказалась такая большая, и я думаю, вот такая прикольная, буду использовать ее для сахара на столе. В итоге она оказалась вот такая вот маленькая, вот такой вот размер, вот, и я тоже подумала, она как раз сочетается вот с петельными баночками, крышечки, да, такие металлические обе, и я подумала, что, скорее всего, я тоже здесь буду организовывать, буду хранить специи, а хотела для сахара, ну, не знаю, или может кто-то сюда пересекает, так смотрим, как у меня там дело пойдет. Эта крышечка, у нее идет вот такая вот пластиковая протойка, то есть садится на стеклянную не шумно, и садится прям плотно, то есть прям, вот здесь, оп, прям плотненько так садится. Вот, вот такая вот баночка, по акции она стоила 199 рублей, но, что могу сказать, в Икеа такие баночки материалными крышечками можно гораздо выгоднее купить и побольше объем. Вот это было 300 миллилитров, но она прям такая маленькая, я не знаю, что, наверное, лучше в Икеа такие можно лучше больше заказать и будет выгоднее. И, может, купил вот такую вот сковороду чугунную, а пока тяжелая достаточно, с антипригарным слоем, и крышка вот такая вот идет, у нее силиконовые бортики, это очень классно, мне нравятся такие крышки, потому что их очень удобно мыть, не то, что там железные, железно-стеклянными, да, ободками. Мне такие крышки больше нравятся, и мыть удобно, и она садится плотно, прям, вообще плотненько так садится, вот, такая тоже сковородка ему обошлась вместе с крышкой по моей карте домовой две стол, вот, было выгодно очень, потому что сейчас в магазине домовой, кто не знает, идет акция на посуду, у меня 35%, то есть, на любую посуду. Продаваем дальше, и осталось у меня вам показать и рассказать про покупочки с магазина Икея, что я купила для организации хранения на кухне. это не для организации, но я купила вот такие вот две кружечки серого цвета, объемом 30 мл, они стоили 1.99 рублей, не знаю, мне так они понравились, он уже немножко сломал с кружкой, и я решила вам заказать две одинаковые. Попробуем каждое до использования. Дальше, я заказала вот такую вот сахарницу баночку, или как баночка для стекущих еще продуктов она тоже называется, у нее она идет стеклянная, на крышке идет тоже силиконовая прослойка, то есть закрывается она, не стучит, да, как стекло от стекло, вот, плотненько садится, буду использовать ее для сахара на столе. Стоила она тоже 99 рублей, насколько я помню, если это точно. Дальше, я заказала контейнеры для хранения круп, заказала вот такие вот, один такой вот маленький, он 59 рублей стоил, и один вот такой вот побольше за 169 рублей. Я решила попробовать заказать маленькие, побольше, потому что, ну, в принципе, крупу кушаю только я, да, там, различные каши и так далее, муж не очень любит. Соответственно, он только кушает рис, вот, и в принципе, нам вот такой вот емкости для, допустим, если одна пачка с тобой отрезать, нам будет достаточно на долгое время, поэтому я не стала заказ-таки большие, и кухня, так как у меня кухня маленькая, у меня там небольшие полочки в шкафчиках, и мне кажется, так будет лучше, намного удобнее, и места будет меньше занимать. Вот такие вот большие, там еще побольше были объемы, вот, решила вот такой. Ну, попробуем, если нет, то потом закажу еще вот такие побольше. А такое я решила попробовать, так сказать, для муки, 100 кг муки, я думаю, будет вылезать, и тоже нам это, в принципе, достаточно. Сейчас я хочу открыть, посмотреть, на баночку, так плотненько садится, тоже на баночку, в таком матового цвета, да, там не видно, не полно, не прозрачное стекло, вот, мне кажется, тоже будет удобно насыпать, это плотненько, прям хорошенько садится, не легко, да, ее открыть, это тоже, кстати, хорошо, чтобы ничего не рассыпалось. Такой вот контейнер, я и почти доказала, пять штучек, вот эти контейнеры, кстати, да, они такие прям прикольные, тем, что здесь у них сверху можно просто открыть, не надо полностью снимать крышку, просто открываешь сторону, да, и можно насыпать, такие прям прозрачные, тоже это классно, кстати, если что, я потом еще себе закажу, вот такие, если мне не разочаруют, закажу себе такой, они классные, конечно, тоже, вот, полностью снимается, да, хорошенький контейнер, очень, видела, такие там все есть, такие прям длинные, длинные, но мне некуда такую длинную банку ставить, вот, я бы хотела такую для макарон, конечно, но такую длинную мне некуда ставить, к сожалению, такие вот контейнеры, такой один заказала, таких пять, так, дальше, я заказала на кухню вот такой вот дозатор, он тоже недорогой, я не помню, сколько он стоит, ну, тоже вообще прям недорогой-недорогой, я дозатор это заказала для фэрис, для моющего средства для посуды, вот, мне-то показалось, что это очень так прикольно, чем будет такая бутылка, да, прям на рак или нет, и как-то более красиво будет и организована, вот, ну, я попробую, смотрите в следующих роликах, как все это будет выглядеть, я заказала еще в вторку ванну, это у меня просто кухня, но я вам тоже покажу, заказала вот такую шторку, она стоила около 600 рублей, у меня шторка уже такая стала прям старенькая-старенькая, я ее постоянно, потому что мыла-мыла, свет уже началась потерять, вот, и решила заказать такую более прочную, состав у нее полиэстер 100%, ванная тоже у меня такого зеленоватого цвета, я вот такого заказала, я думаю, тоже будет очень красиво смотреться, значит, вот такая вот шторка ванная, заказала вот такие два контейнера, знаменитые, да, эти контейнеры, все их очень любят покупать, ванная называется, я заказала два маленьких, так как говорю еще раз, просто у меня полчики маленькие, к сожалению, вот, и мне будет так удобно, чтобы такие небольшие контейнеры стоять, вот, заказала их тоже, хочу попробовать либо для специй, буду их использовать для хранения, хочу попробовать хранить все макароны, просто в пачках, да, чтобы нигде пачки просто не стояли, чтобы было так красиво в кадре, ну, посмотрим, попробую, ну, прям, я довольна, они прикольные такие, и заказала вот такую вот подставку для столовых приборов, это я хочу использовать шкафчики у себя, в шкафчике у меня я храню такие крупные, да, столовые приборы, это такие, как поварешка, допустим, ножи, молоточек для отбивания мяса, чеснокодавилку, всякие, всякие, короче, стучки, которые для кухни, да, которые не поставишь свой прибор, где стоят в вилке лодки, вам покажу, как я буду организовывать это место, вот, запишу видео, ну, такой был вообще, вообще, недорогой, 55 рублей вроде бы он стоил, но я скажу, он такой прочный, пластмассовый, шкафчик, в принципе, мне кажется, даже будет хорошо его использовать, даже я повторюсь, я не для лошадь, не для вилок хочу его использовать, поэтому был такой недорогой, чтобы просто вот он стоял в шкафу со приборами, ну, вот такой вот был у меня заказ в Икея, заказ, я заказывала доставку, в Фикс Прассе сама покупала, в Фикс Прассе очень много различных, конечно, контейнеров тоже, и вот такие вот тоже контейнеры там примерно есть, но там крышка такая пластмассовая, она прям легко снимается, то есть, если контейнер, допустим, мало ли упадет, то все высыпется сразу же, ну, не такие прочные, как и те, конечно, но, в принципе, мне кажется, можно просто вполне покупать, они дают там такие дешевенькие, 55 рублей вроде бы, или 77 рублей стоит, но тоже хочу там с вами посмотреть, хочу посмотреть какой-нибудь контейнер для хранения картошки и лука, подскажите, кстати, как вы храните картофель и лук у тебя дома, потому что я не могу никак приспособиться, я хранила его раньше в холодильнике в контейнере, но там быстро очень портится картошка, я даже не знаю, где мне место найти для хранения, хочу придумать и хранить уже при комнатной температуре, а не в холодильнике. вот такой вот был у меня заказ, спасибо всем большое за просмотры, подписывайтесь, оставайтесь со мной, дальше будет очень много интересного про организацию хранения и вообще про мою жизнь. все, спасибо всем большое, всем пока-пока.